Поликлиника, стационарное отделение и станция скорой помощи. Медицинские учреждения Вилючинска посетила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак. С главой городского округа она обсудила дальнейшее участие учреждений в программе модернизации первичного звена здравоохранения. Напомним, в прошлом году по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в Вилючинскую городскую больницу были привлечены 10 врачей и проведены ремонтные работы в стационаре. На следующий, 2023 год, запланировано выделение почти 100 миллионов рублей, которые позволят провести капитальный ремонт. Один из важных вопросов – это готовность учреждения здравоохранения к возможному увеличению, к возможному росту заболевания в связи с тем, что сегодня идет такое массивное распространение вируса омикрон. Следующий очень важный вопрос – это вопрос участия Вилючинской больницы в программе модернизации. Мы видим, что в рамках программы модернизации уже меняется оборудование и ожидаем, что будущее участие в программе именно в плане капитального ремонта позволит изменить и облик больницы. Виктория Севак также посетила комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа. Здесь оказывают самую разную помощь, начиная от социального приюта для детей и заканчивая долговременным уходом за жителями преклонного возраста. Сегодня очень важная тема, которая на федеральном уровне реализуется и на региональном – это тема социального контракта. И мы понимаем, что как раз в Вилючинске выстроено взаимодействие между комплексным центром и между администрацией города. Я уверена, что это даст свои позитивные результаты. Социальный контракт – это новый вид господдержки. Малообеспеченные граждане или те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, могут получить субсидию от 20 до 250 тысяч рублей. Информацию об условиях заключения социальных контрактов можно получить в Министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края. Информационное агентство «Камчатка».